Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестем. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Марка святое благовествование. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес. Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И бысть во дне конек, прииди Иисус от Назарета Галилейского и крестися от Иоанна в Иордане. И оби, восходя от воды, видя разводящиеся небеса, и Дух, яко голубь, сходящий нань. И глаз бысть в небесе. Ты, если Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих. И оби, и Дух, изведи Его в пустыню, и бету в пустыне дней четыридесять, искушаем сатаною, и бе со зверми, и ангели служаху ему. О предании же Иоаннове, прииди Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и глаголя, яко исполнится время и приближится Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Стихи 9-11 И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающийся небеса, и Духа, как голуби, сходящего на Него. И глаз был с небес. Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Не за отпущением грехов Иисус приходит к окрещению, ибо греха Он не сотворил, равное и не для получения Духа Святаго, ибо как могло Иоанново крещение даровать Духа, когда оно не очищало грехов, как я сказал? Но и не для покаяния идет Он креститься, поскольку Он был больше самого Крестителя. Итак, для чего же приходит? Без сомнений, для того, чтобы Иоанн объявил о нем народу. Поскольку многие стекли с туда, то благоволил прийти, чтобы засвидетельствовану быть пред многими, кто Он, а вместе и для того, чтобы исполнить всякую правду, то есть все заповеди закона, поскольку послушание крестящему пророку, как посланному от Бога, было также заповедь, то Христос исполняет и сию заповедь. Дух сходит не потому, чтобы Христос имел нужду в этом, ибо по существу Он в нем пребывает, но, чтобы ты знал, что и на тебя при крещении сходит Дух Святый. При сошествии Святаго Духа тотчас изречено и свидетельство, поскольку Отец говорил свыше «Ты, Сын мой», то, чтобы слышавшие не подумали, что Он говорит об Иоанне, сходит на Иисуса Дух, показывая, что это сказано о нем. Небеса же отверзаются для того, чтобы мы знали, что они отверзаются и нам, когда мы крещаемся. Стихи двенадцатый-тринадцатый. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. Научая нас не унывать, когда после крещения впадаем в искушение, Господь уходит в гору на искушение, или лучше не уходит, а отводится Духом Святым, показывая через то, что и мы не должны сами ввергаться в искушение, но принимать их, когда они постигают нас. А в гору уходит для того, чтобы по причине пустынности места дьявол возымел дерзость и мог приступить к нему, ибо он обыкновенно нападает тогда, когда видит, что мы одни. Место искушения было до того дико, что там во множестве водились звери. Ангелы стали служить ему уже после того, как он победил искусителя. Все это в Евангелии от Матфея изложено пространнее. Стихи 14-15 После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие о Царстве Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Услышав, что Иоанн предан в темницу, Иисус удаляется в Галилею, дабы и нам показать, что не должно самим вдаваться в искушение, а избегать их, когда же впадем терпеть. Христос проповедует, по-видимому, одно и то же с Иоанном, как то «покайтесь» и приблизилось Царствие Божие, но на самом деле не одно и то же. Иоанн говорит «покайтесь» с тем, чтобы отклонить от грехов, а Христос говорит «покайтесь» с тем, чтобы отстали от буквы закона. Почему и присовокупил «веруйте в Евангелие», ибо тот, кто хочет веровать по Евангелию, уже упразднил закон. Господь сказывает, что исполнилось время закона. Доселе, говорит он, закон был в действии, «Отныне настает Царствие Божие» – жизнь по Евангелию. Эта жизнь справедливо представляется Царством Небесным, ибо когда видишь, что живущий по Евангелию ведет себя почти как бесплотный, как ни скажешь, что он имеет уже Царство Небесное, где нет ни пищи, ни питья, хотя оно, кажется, еще и далеко. Если желаем искренне приступить к Создателю нашему, то необходимо нам подвязаться об освобождении душ наших от страстей по духовному закону. Ибо от наших злых дел, от услаждения страстями, от множества дьявольских искушений ослабела наша умная сила, и замерли добрые движения душ наших. Мы не можем уже познать красоту и требования нашей духовной природы по причине страстей, в которые впадаем. И нет нам ни от кого спасения, кроме Господа нашего Иисуса Христа, как написано у апостола Павла, что как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Господь наш Иисус Христос – есть жизнь всех разумных тварей, созданных по подобию образа Его. Мы названы именами святых и обличены в одежду их, которые хвалимся предневерными. Подражать же делам их не имеем усердия. Боюсь, как бы ни шло к нам сказанное апостолом, имущий образ благочестия, силы же Его отвергшиеся. Да даст вам Господь разуметь, что есть воспринятая вами жизнь, чтобы, действуя в духе Ее, вы достойными сделали с невидимой получить наследие. Делать сколько сил есть у вас свои дела, сообразно с волей Господа – вот что должны мы. Потому что это свойственно природе нашей. Кроме этого, ничего большего не должно требовать от добродетеля нашей. Кто служит Богу и ищет Его от всего сердца своего, тот действует сообразно со своей природой. А кто делает какой грех, тот достоин порицания и наказания, потому что это – чуждо Его природе. С тех пор, как Господь мой благодатью Своей пробудил ум мой от смертного усыпления, чрезмерный был у меня плач и воздыхание неутешное. Думаю я сам с собою, что дадим мы Господу за все, что Он сделал для нас. Ангелов Своих заставил Он служить нам, пророков пророчествовать, апостолов Евангелия возвестить. Но что больше всего этого? Сына Своего Единородного послал во спасение наше. Возбуждайте же сердца ваши к страху Божию. Ведайте, что Иоанн Креститель и Претеча крестил водою в покаянии для приготовления к крещению Господа нашего Иисуса Христа, крестящего Духом Святым и Огнем, который есть огонь ревности о добрых делах. Явим же усердную готовность к очищению себя в теле и духе и приняв в крещение Господа нашего Иисуса Христа, будем ревнителями добрых дел, чтобы принести из самих себя Ему в жертву приятную. Дух-утешитель, приемлемый в крещении, дает нам силу действовать свято, чтобы опять возвести нас в первое славное состояние и сделать достойными получить вечно пребывающее наследие. «Ведайте, что которые во Христа крестятся, во Христа облекаются, как говорит апостол, получая благодать Святого Духа. При том, как у раба, так и у свободного, как у мужчины, так и у женщины, как только получают они благодать, тотчас перестает иметь силу сие телесное отличие. И Святой Дух, в то же время, как становится для них залогом наследия вечного Царства Небесного, научает их о том, как должно поклоняться Отцу в духе и истине. «Я молился о вас, да сподобитесь и вы получить того великого огненного Духа, которого получил я. Если хотите получить его так, чтобы он прибыл в вас, принесите прежде труды телесные и смирение сердца и, восторгая помышления свои на небо, день и ночь в защите справотою сердца Духа сего огненного, и он дастся вам. Семь образом получил его Ильяфис Витянин и Елисей с прочими пророками. Кто возделывает себя этим возделыванием показанными подвигами, тому дастся Дух сей навсегда и навеки. Прибудьте в молитвах с приболезненным исканием от всех сердец ваших, и дастся вам. Ибо Дух тот обитает в правых сердцах, и он, когда принят будет, откроет вам высшие тайны, отгонит от вас страх людей и зверей, и будет у вас небесная радость день и ночь, и будете в этом теле, как те, кои уже находятся в Царстве Небесном. Если человек желает стяжать любовь в Божию, то он должен возыметь страх Божий. Страх же рождает и плач, а плач рождает мужество. Когда все сие созревает в душе, то она начнет плод приносить во всем. И Бог, узрев в душе эти прекрасные плоды, привлекает ее к себе, как воню фимиама избранного, радуется о ней с ангелами во всякое время, преисполняя и ее радостью, и хранит ее на всех путях ее, да безопасно достигнет она вместо упокоения своего. Тогда дьявол не нападает на нее в виде высочайшего стража и ее окружающего, даже совсем и приступить боится он к ней по причине сей великой силы. «Стяжите себе силу сию, да устрашатся вас демоны, да облегчатся вам труды вами подъемлемые, и да усладиться сладко, да будет вам божественное». Сия сладость любви божественной далеко слаще сотами долвых. Многие из монахов и девственниц, живущих братствами, немало не вкусивши сей благости божественной любви и не получив божественной силы, думали, что уже имеют ее. Но как они никакого старания не прилагали к приобретению ее, то Бог и не даровал им ее. Кто же старается ее приобрести, тот верно достигнет всего по милости Божией, ибо у Бога нет на лице зрения. Когда человек, желая иметь в себе свет Божий и силу Его, презирает поношение мира сего, равно как и почеты Его, ненавидит все мирское и покой тела, и сердце свое очищает от всех худых помышлений, непрестанно приносит Богу пост, единоношные слезы, равно как и чистые молитвы, тогда Бог ущедряет его тою силою. Такую-то силу стяжать поревнуйте, и вы будете совершать все дела свои спокойно и легко. Получите великое к Богу дерзновение, и Он будет исполнять все ваши прошения. Бог слушает любящих Его и ищущих Его от всего сердца своего и снисходит им во всех их прошениях. Прошения же тех, кои не от всего сердца своего приступают к Нему, но раздвоены сердцем, и что не делают, выставляют то на вид для получения славы и похвалы человеческой, не слушает, но гневается на них, так как дела их на показ. И исполняется над ними слово Псалма, который говорит «Бог рассыпа кости человекоугодников». По сей причине сила Божия не действует в них, так как они не тверды сердцем во всех делах, к которым приступают. И не знают они божественной сладости, ее тихости и веселья. Много вроде нашим таких, которые не получили той силы, которая доставляет душе сладость и исполняет ее день от дня все больше и больше радостью и весельем и возжигает в ней божественную теплоту. Их обольщает дух злой за то, что они дела свои совершают на показ пред людьми. Вы же, плоды трудов ваших, принеся пред лице Господа, старайтесь удаляться от духа тщеславия и непрестанно ведите против него брань, чтобы Господь принял ваши плоды, которые приносите вы пред лице его и не спаслал вам сил, которая дается избранным его. Не переставайте противиться этому духу злому, ибо когда человек приступает к добрым делам и к прекрасному подвигу, подбегает и этот дух, чтобы войти с ним в честь или чтобы совсем отклонить его от таких начинаний. Он не терпит, чтобы кто поступал праведно и противится всем, которые желают быть верными Господу. Многих он совсем не допускает до добродетели, а у других вмешивается между делами их и губит труды их, научая их совершать добродетели и творить дела милосердия, примешивая к ним тщеславие. А таких люди думают, что они обогащены плодами, тогда как они совсем их не имеют. А похожи на смоковницу, о которой думали, что на ней много сладких плодов, когда смотрели на нее издали, ближе же подошедшие ничего не нашли на ней. Бог иссушает их за то, что не находит на них никакого доброго плода, а не только лишает он и несравненной сладости своего божества. Субтитры создавал DimaTorzok Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворица, речет Господи, заступник мой си, прибежище моё, Бог мой уповая на него, я готовя избавить тебя от сети, ловча, от словеси мятежно, плечма своим осенит тебя и под крылья его, надеющись оружием обыть тебя истинно его, не убоившись от страха ночного, стрелы летящие во дни, отвечивать мне приходящие, от срящие беса полудиного, подета страны твоя тыща и тьма деснуя тебе, к тебе же не приближится, обачи от чима твоим осмотришь ее, воздаяние грешников узришье, яку ты, Господи, упование мою Вышнему положилось и прибежище твое, не приид к тебе злой рано не приближиться телеси твоему, яку ангелам своим заповесю тебе, сохранить ее во всех путях твоих, на руках возму тяда никогда притнеша камень ногу твою, на аспида и василийска наступиши и попереши льва и змия, яку на мя уповая, сбавлю и покры, яку познай имя мое, воззавет ко мне услышу его, сними в скорби и зму его, и прославлю его, долготую дни исполни его, являю ему спасение мое, возведох, очи мои, в горы, отнюдь уже приедет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворшего неба и землю, не дашь во смятение ноги твоей, они же воздремлет, храняя тебя, все не воздремлет, ниже уснет, храняя Израиля, Господь сохранит тебя, Господь, покров твой, на руку десную твою, во дни солнца не ожет тебе, ниже луна ночью, Господь сохранит тебя, от всякого зла, сохранит душу твою, Господь, Господь сохранит вхождение твое, исхождение твое, отныне и до века, отче наш, отче наш, иже и си на небесе, да светится имя твое, да приедет царствие твое, да будет воля твоя, яка на небесе и на земли, хлеб наш насущный, дашь нам днись, и остави нам долги наши, яку же, и мы оставляем должником нашим, не веди нас в искушение, но избави нас от лука, Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день, дай мне всецело предаться воле Твоей, святой, на всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня, какие бы я не получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя, во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами, во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неиспослано Тобой, научи меня прямо и разумно действовать с каждым ближним моим, никого не смущая и не огорчая, Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня, руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить, Аминь. Достойно есть я Богу и истину, блаженную и пренепорожную, и Матерь Бога нашему, честнейшую Херувину, славнейшую, Без сравнения, Без сравнения, сероким, предиспения, Богослово Рожью, Богослово Рожью, сущную Богородицу, Тя, Тя, Невечая, Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok